Подземный бункер центральной сейсмологической станции геофизической службы России, город Обмянск. 11 марта 2011 года. На часах без четверти 9 утра. Заканчивается суточная смена дежурных сейсмологов. Специалист службы мониторинга станции заполняет журнал с пометкой, что смена прошла спокойно. Как вдруг приборы начинают фиксировать землетрясение магнитудой более 9 баллов по шкале Рихтера. И хотя сигнал идет из далекой Японии, сейсмологов и кажется, что земля разверзлась прямо у нее под ногами. Что в этот момент происходило в стране восходящего солнца, оставалось только догадываться. Спустя час с небольшим местные телеканалы начинают показывать ужасающие кадры. Ходят ходуном дома. Гигантская волна накрывает побережье северо-восточной части острова Хансю. Вода смывает автомобили и здания, в которых как в ловушке заперты люди. Информационные агентства сообщают о сотнях жертвах землетрясения и вызванного им цунами. Число погибших достигает 15 тысяч человек. Действительно, это было очень крупное землетрясение. И наши дальневосточные коллеги на острове Сахалин, на полуострове Камчатка, они быстро смогли оценить параметры этого землетрясения. Очаг получался действительно вблизи побережья Японии. Учитывая, что магнитуда землетрясения была около девятки, было ясно, что это цунами-генное землетрясение. И оно грозит большим цунами. Обнинская сейсмологическая станция с пометкой «Молния» информирует о дальневосточной катастрофе МЧС «Гидрометцентр» и администрацию президента. И дает тревожный прогноз. Примерно через час волны цунами достигнут Курильских островов. Российские спасатели начинают принимать экстренные меры, в результате которых из прибрежных районов Курильской гряды срочно эвакуируют 11 тысяч человек. В то же время Япония продолжает трясти, и она переживает еще почти 400 толчков. Трещат, рушатся фундаменты атомных электростанций, угрожая еще одной катастрофой. Ядерной. Последствия трагедии на восточном побережье острова Хонсю еще не были до конца оценены, как в воздухе повисли тревожные вопросы. Что, собственно, произошло? Что же могло стать причиной катастрофы? Сразу появилось множество версий. Начиная от научных заключений по движению тектонических плит, заканчивая предположениями о целенаправленной атаке с помощью сейсмического оружия и, наконец, гневом божьим. Любую кровную катастрофу издревле приписали гневу богов. И с этим можно каким-то образом согласиться. И даже вот я думаю, как ученый, что здесь есть какая-то, наверное, доля правды. Дело в том, что народы в древности, они отмечали гневотрясения, извержения вулканов, там какие-то погодные и очень неблагоприятные процессы. Они как-то, древние народы, увязывали это с какой-то цикличности, с какой-то повторяемостью, с какими-то, наверное, не очень хорошими поступками данного народа, данного племени, рода и так далее. И, естественно, тут предписывалось это к гневу богов. То есть это расплата своеобразная за какие-то, может быть, не очень правильные действия. 1 ноября 1775 года в Лиссабоне произошло страшное землетрясение. Мощнейший толчок магнитудой почти 10 баллов заставил содрогнуться город в тот момент, когда все его жители собрались в церкви по случаю Дня Всех Святых. В дневнике одного из очевидцев сделана следующая запись. Землетрясение длилось не более пяти минут, образовав гигантские трещины пятиметровой ширины, разрезавшие на части центр города. Уцелевшие поспешили к морскому берегу и увидели, как вода отступила, обнажив дно моря, усеянное обломками судов. Через мгновение громадное цунами нахлынуло в гавань и на центр города. Немногие выжившие увидели в этом возмездие за грехи, погрязших в разврате горожан. В библейских преданиях также упоминаются землетрясения, как проявление гнева Всевышнего. Например, в Новом Завете есть история об апостоле Павле и его спутнике по имени Сила. Они пришли с проповедью в один из македонских городов, но были брошены в темницу. Вот как описывает этот эпизод глава издеяний святых апостолов. В полночь, когда Павел и Сила молились Богу, вдруг произошло такое великое землетрясение, что темница заколебалась, двери сами собой открылись и оковы слетели. Таким образом, Господь освободил проповедников и в гневе наказал горожан, посмевших без суда и следствия, заточить в неволю своих последователей. В дохристианскую эпоху люди объясняли землетрясение проделками разъяренных священных животных. У древних индусов это слон, у даяков Суматра огромный волк. Древние японцы, вину за землетрясение, возлагали на гигантского сама. В римской мифологии землю сотрясает разъяренный Плутон, цунами вызывает Нептун. Нет ничего удивительного в том, что в отчаянии от своего бессилия человек поднимает глаза к небу, ищет подсказки у высших сил. Не только в доисторические времена, но и сегодня. Это связано прежде всего и с тем, что наука, вооруженная самыми современными средствами изучения Земли, до сих пор не может заранее определить, когда и где случится катастрофа, и кто следующий в очереди за бедой. Удивительно, но землетрясение в Японии 11 марта 2011 года было предсказано. Причем за несколько десятилетий до трагедии, в 1973 году. Представьте кошмары всех терроров. Это даст вам некоторое понимание того, что ожидает впереди, при великой скорби тех, кто продолжают отрицать Бога. Это слова американского проповедника и предсказателя Дэвида Вилкерсона. Ему было явлено видение бедствия, которые будут надвигаться в так называемый период страданий перед вторым пришествием Христа. И бедствия эти будут связаны с безумными судорогами земной тверди и наводнениями. И начало всему положит очень сильное землетрясение в Японии. К предсказаниям Дэвида Вилкерсона можно относиться по-разному. Но сам факт их существования отрицать невозможно. Правда, загадкой здесь является то, видел ли проповедник причину механизма этого японского землетрясения 11 марта 2011 года. Некоторые исследователи считают, что катастрофа была спровоцирована искусственно. Источником этой провокации является так называемый проект ХАРП. Американская система геофизического и климатического оружия. Аппаратура излучения посылает радиоволны до верхних пределов ионосферы. Возникающий в результате эффект нагревания вызывает нарушение электронной плотности, что в свою очередь позволяет сигналам, поступающим со спутников, направлять мощные потоки магнитного поля в места тектонических разломов и приводить их в движение. Не исключены и другие способы искусственно вызывать землетрясение. Работы в направлении создания тектонического оружия, безусловно, очень активно ведутся. Ведутся они, начиная с 70-х годов прошлого столетия. И достигнутые результаты позволяют говорить о том, что созданы средства воздействия, позволяющие инспирировать землетрясения, но и они пока еще недостаточно эффективны. Говорить о том, что создание тектоническое оружие пока преждевременно. Поводом заговорить о сейсмическом или тектоническом оружии послужило землетрясение на Гаити в 2010 году. Как получилось, что чудовищное разрушение затронули только одну половину острова, где расположена республика Гаити, и совсем не коснулись другой, на которой лежит Доминиканская республика? Покойный нынче президент Венесуэлы Уго Чавес обвинил тогда в этой катастрофе Соединенные Штаты Америки. Он заявил, что землетрясение на Гаити стало результатом испытаний, проведенных военно-морскими силами США. Полностью отметать версию о том, что это землетрясение было инспирировано, нельзя. Известно, что именно в тот период проводились достаточно активные испытания системы АРФА, что само по себе могло инспирировать, инициировать вот это землетрясение. Нельзя исключать и возможность того, что Соединенные Штаты Америки в интересах размещения перспективы на этом острове своей военно-морской базы могли инспирировать землетрясение за счет взрывов мощных боеприпасов. Ученые не отрицают теоретические возможности рукотворных землетрясений. Причиной их может стать, например, испытания оружия массового уничтожения. Они действительно могут вызвать изменения структуры земной коры. Сразу после Второй мировой войны начали проводиться испытания термоядерного оружия. В основном это были подземные взрывы на небезызвестных полигонах Семипалатинск в СССР и Невада в США. В процессе этих испытаний происходили местные землетрясения, которые были спровоцированы вот этими взрывами. Но это был побочный эффект, а не специально созданная катастрофа. Для того, чтобы вызвать землетрясение в нужном месте и в нужное время, необходимо точно рассчитать естественную ритмику колебаний земной коры и потом усилить ее точно дозированным мощным энергетическим воздействием. Например, геодерным взрывом. А это, как считают некоторые ученые, практически невозможно. Нужно понимать основное, что такое сейсмическое оружие. Это возможность создать искусственным образом землетрясение заданной силы в заданном регионе, в заданной точке и в заданный момент. Это та же задача, что и прогноз землетрясений. Но прогноз землетрясений ученые оперируют с данными наблюдений, с теориями и так далее. Здесь нужно понимать, что при землетрясениях высвобождается огромная энергия, сравнимая с мощностью всего ядерного потенциала, может быть, всех армий мира. И поэтому для того, чтобы вызвать искусственное землетрясение, надо в этот разлом, на котором, допустим, мы хотим вызвать такое землетрясение, закачать откуда-то столько энергии, которая будет высвобождаться при таком землетрясении. Это нереально ни физически, ни технически. Землю, твердую почву под нашими ногами, мы привыкли считать чем-то незыблемым, прочным. Поэтому, когда земля начинает колебаться так, что на ней нельзя устоять, когда на наших глазах рушатся прочные здания, когда трещины разрывают почву, и из глубины ее раздается гул и грохот, человека охватывает ужас. Он теряет голову, не знает, куда бежать, где спасаться от грозящей гибели. Начиная с 2000 года, происходит несколько десятков землетрясений в разных точках планеты. Сейсмическая активность Земли то возбуждается, то затихает. Как круги на воде, волны землетрясения расходятся в разные стороны. Установлено, что землетрясения не происходят изолированные. Каждое сильное землетрясение так изменяет напряженное состояние в земле, что появляются места наиболее опасные снова. И это происходит с серией. Поэтому мы можем после японского землетрясения, 11 марта 2011 года, ожидать сильных землетрясений в разных местах земного шара, в том числе и вблизи, скажем, на Курильских островах, и в Китае, и в Америке, и в Центральной Азии. И эта серия будет продолжаться вот так вот по цепочке, как типа домино происходит. В истории цивилизации нашей планеты было около полусотни поистине глобальных землетрясений. Одно из самых разрушительных произошло 5 февраля 1962 года в городе Помпея. Колоссальная дрожь Земли спровоцировала извержение вулкана Визу. После чего с лица Земли было стерто 3 города. Помпей, Геркуланум, Стабий, а также десятки селений. Извержение вулкана, вызванное подземными толчками, способно уничтожить не только города и села, но и целые цивилизации. Речь идет о легендарной Атлантиде. Согласно Платону, 9 тысяч лет назад этот континент в один день опустился на морское дно вместе со своими жителями Атлантами. Многие атлантологи полагают, что извержение вулкана Санторин следствие землетрясения, сдвинувшего тектонические платформы Земли, на которых, как предполагали, и находилась Атлантида. По мнению ученых, там произошла коллизия. Так в геологии называется столкновение континентальных плит, которое всегда приводит к разлому и смещению земной коры. Нечто похожее произошло и у восточных берегов Японии 11 марта 2011 года. Это наглядно показывает графическая имитация страшного события, которую сделали японские ученые. Землетрясение стало результатом тектонического сдвига. Тихоокеанская плита, смещаясь на восток и сталкиваясь с другой плитой, как бы поднырнула под нее. Само землетрясение произошло в открытом море к востоку от побережья префектуры Мияги. Сейсмическая волна распространилась по всей территории японского архипелага. Здесь видно, что в эпицентре большой участок дна океана сдвинулся и приподнялся на несколько метров. Одновременно с этим, как показало моделирование, береговая линия на востоке Японии, наоборот, опустилась вниз. Выступивший участок дна вытолкнул вверх толщу воды, которая, под действием силы тяжести и давления, образовала приливную волну высотой в несколько метров. Получается, трагическую историю мифологической Атлантиды может повторить вполне реальная Япония. Острова наиболее уязвимы для разрушительного выброса земной энергии. В январе 2010 года 7-бальное землетрясение стирает с лица земли столицу островного государства Порто-Пранса. В конце февраля катаклизм ударяет по Новой Зеландии. Месяцем позже целая серия подземных толчков силой 8 баллов прокатывается по Индонезии, после чего к бедствиям страны прибавляются извержения вулкана и цунами. А потом беда приходит в Японию. И еще один остров. Сейсмология, содержащая в себе научные исследования всех аспектов землетрясений, дала возможность ответить на давно возникшие вопросы о том, в результате каких именно причин происходят катастрофы. Литосфера Земли — это мозаика плит, которые постоянно движутся. Это движение вызвано выходом тепла из мантии и ядра Земли. Границы плит при движении соприкасаются, создавая напряжение от постоянного трения. Когда напряжение превышает критическое значение, происходит внезапное разрушение в плоскости разлома. Земная кора сильно смещается. Выделяется колоссальная энергия, которая и вызывает землетрясение. Наиболее опасные места на Земле называются сейсмическими поясами. Их два — это Тихоокеанский пояс, который затрагивает Новую Зеландию, Японию, Алиутские острова Аляску и западное побережье Северной и Южной Америки. Второй пояс, известный как Альпийский, проходит через Средиземноморский регион в восточном направлении, через Азию, и соединяется с Тихоокеанским поясом в Восточной Индии. Парадокс, но эти места являются самыми густонаселенными на планете. Кстати, и атомные станции тоже строятся там же, где есть озера, где есть вода. И тоже, получается, что они строятся на сейсмически опасных местах. Переделать здесь уже цивилизацию человеческую невозможно. Но надо учитывать, что в этих местах должны быть наибольшие меры по предупреждению землетрясений. Пересидеть людей в сухие места и, так сказать, в пустыне — это нереально. Ученые всего мира не оставляют надежду на раннее предупреждение катастрофы, а значит, на спасение сотен и тысяч человеческих жизней. Вообще говоря, землетрясение 11 марта 2011 года японские специалисты предсказывали. Правда, дата называлась другая — 9 марта. И в этот день действительно в Японии случилось землетрясение. Там вышел некий казус. Вообще говоря, это землетрясение прогнозировалось японскими специалистами. И то землетрясение, которое произошло за два дня, 9 марта, они приняли за основной толчок. А это был лишь предварительный толчок. Поэтому, как говорится, публика несколько расслабилась, так сказать, посчитав, что все, прогноз удачный и все в порядке. Оно не вызвало, кстати, ни цунами, ни разрушений сильных. И фактически новый толчок, в несколько раз более сильный по энергии, он был для них некоторой неожиданностью. Продолжение следует... А еще предвестниками называют братьев наших меньше — животных. Давно замечено, что они лучше человека знают о предстоящем землетрясении. Об этом природном феномене ходят немало легенд. Например, как кошка, почувствовав что-то неладное, своим необычным поведением заставила жителей одного американского города насторожиться. Они взяли с собой самое необходимое и вслед за кошкой покинули город. Через сутки он был полностью разрушен мощными толчками из-под земли. Сейчас известно примерно 70 разновидностей животных, которые проявляют серьезное беспокойство накануне землетрясения. Живые сейсмографы улавливают сигнал беды по-разному. Собаки и кошки чувствуют приближение подземных толчков за два дня. Куры от одного до трех дней. Мыши и крысы от одного до пятнадцати дней. Рыба от нескольких часов до десяти дней. Голуби до одного дня. Однако вряд ли животных можно считать безупречным биолокатором. Ученые не могут полностью положиться на предсказания братьев наших меньших, чтобы с уверенностью прогнозировать природные катаклизмы. Поэтому все силы сейчас брошены на создание особой системы оповещения, которая будет предупреждать об опасности хотя бы за несколько минут до катастрофы. Уже через год после землетрясения 2011 года в японском городе Коба на западе страны заработал самый мощный на сегодняшний день компьютер. Он выполняет несколько квадриллионов операций в секунду. Это позволяет с максимальной скоростью и точностью обрабатывать огромное количество данных, которые поступают с сейсмических станций и спутниковых систем. На базе этого суперкомпьютера вполне можно создать достаточно эффективную систему раннего предупреждения. Если бы она была у нас в прошлом году, то мы бы получили точную информацию о последствиях цунами за полчаса до того, как волна фактически достигла берега. Но главное назначение этого суперкомпьютера вовремя спрогнозировать ту самую дату, когда для всего архипелага наступит час икс. После гигантской природной катастрофы 11 марта 2011 года под всеми японскими островами произошли необратимые тектонические изменения, и погружение их в пучину Тихого океана уже неизбежно. Власти страны восходящего солнца уже объявили крупнейшую мобилизацию сил самообороны со времен Второй мировой войны и тщательно готовятся к предстоящему исходу нации. К сожалению, таковы неутешительные прогнозы. Весь вопрос теперь только в том, как рано или поздно этот самый час икс наступит. И еще. В 1973 году был снят знаменитый фильм «Гибель Японии». Многие посчитали сюжет фантастическим, но некоторые углядели в нем пророчество неминуемой катастрофы. Тем более, что в том же 1973 году были предсказания американского проповедника Дэвида Вилкерсона. Просто совпадение? Возможно. В любом случае предупреждение есть, и надо быть готовым к любому повороту событий. Несколько лет назад научный мир потрясло сенсационное заявление, сделанное известным американским исследователем Брэдом Стайгером. Изучая эволюцию древнего человека, ученый заметил странную закономерность. У всех приматов резус-фактор крови положительный, тогда как у человека существует еще и отрицательный показатель крови. Если мы говорим о том, что нам известны 4 группы крови, соответствующие резус-показатели, то есть фактически получается, что у нас 8 групп крови, а не 4. Это открытие поставило под сомнение общепризнанную теорию эволюции. Ведь согласно законам генетики, мы можем наследовать только те свойства, какими обладали наши предки. Это значит, что если бы человек произошел от обезьяны, то их кровь должна быть совместимой. Но откуда у людей возник отрицательный резус крови? В поисках ответа исследователь выдвинул невероятную версию. Современные люди либо мутанты, либо потомки какого-то другого предка. С первой царапины каждый ребёнок знает, какого цвета его кровь. Она алая. Такой делает её гемоглобин – дыхательный пигмент, отвечающий за перенос кислорода к органам и тканям организма. Гемоглобин содержит в своей молекуле ионы железа. Однако у некоторых живых существ переносить кислород в крови могут и пигменты, в составе которых могут быть другие металлы. Так пигмент на основе меди делает кровь голубой, а цвет кожи – серо-холодным. Сегодня он распространён у беспозвоночных организмов. Благородным происхождением могут похвастаться моллюски, осьминоги, кальмары и каракатицы. Но было ли так всегда? Ну да, это скорее, наверное, это, наверное, скорее аллегория. То есть я к этому отношусь как к аллегории. То есть есть там, есть мнение, приходилось слышать мнение, что якобы голубая кровь – это якобы голубой кровью обладают именно чёткие потомки неких внеземных цивилизаций, которые ассимилировались впоследствии на Земле. Да, есть такая гипотеза, но проверить очень трудно. Остаётся либо верить, либо нет. С глубокой древности считалось, что в жилых богов течёт голубая кровь. И многочисленные рисунки, обнаруженные учёными, это подтверждают. Более того, исследователи древних цивилизаций считают, что голубая кровь – это одно из главных доказательств контакта с внеземным разумом. Согласно легендам, боги, сошедшие с небес, создавали пары с людьми, живущими на Земле. Однако кровяные тельца внеземных обитателей вместо железа содержали медь. Именно она и окрашивала их кровь в голубой цвет. Но, оказавшись на Земле, планете с переизбытком железа пришельцы вынуждены были адаптироваться. И перед ними встал выбор. Либо постоянно вводить в себе медисодержащие вещества, либо жёстко соблюдать диету, питаться продуктами с большим содержанием меди. Для того, чтобы выжить на нашей планете, внеземные обитатели помогли древним людям перейти к организованному сельскому хозяйству. Получается, что необычный цвет крови богов-пришельцев определил не только внезапный переход людей к сельскому хозяйству, но и начало бронзового века, а точнее, медного. Ведь бронза – это сплав меди с оловом. Известно, что медь может впитываться через кожу, и для восполнения её недостатка наши предки окружали себя бронзовыми предметами, пили из медных кубков. А недавно эту, казалось бы, невероятную теорию подтвердили и учёные. Действительно, металл, медь входит в состав многих ферментов в организме. Без меди невозможна работа энергетического механизма в организме. Невозможна выработка белков, невозможна адекватная обмен кислорода. Без меди невозможна всасывание железа, который входит в состав гемоглобина. Поэтому действительно, наверное, контакт с медью увеличивал количество меди в организме. Но это не медицинские вещи. Измерить, понять их невозможно. Тут можно только доверять опыту наших предков. Всё. Более того, подтверждение этой невероятной теории исследователи обнаружили в древних католических источниках. Во времена Средневековья, когда святая инквизиция могла отправить человека на костер за любую непохожесть на других, к глубокровным относились с почтительным уважением и даже страхом. В хрониках католического монастыря города Викторио есть история о палаче, которого отправили в эту обитель для покаяния за то, что он казнил человека с голубой кровью. Инквизиторский суд решил, что раз у жертвы была кровь создателя, согрешить он не мог. Видимо, поэтому способы дознания у служителей святой инквизиции включили в себя кровопускание. Во все времена крови относились как к некой магической какой-то субстанции. Ну, безусловно, во-первых, потому что кровь является индивидуальной характеристикой человека, индивидуальной меткой. В древние времена не имели представления, что такое ДНК и так далее, код, даже группа крови. Просто древние люди понимали, что кровь строго индивидуальна и с абсолютной точностью идентифицирует человека. Именно поэтому во все времена в обрядах, в магии кровь использовалась как универсальный идентификатор. Ну и, собственно, и до сих пор использовалась. И даже сегодня существует редчайшее явление – люди с настоящей голубой кровью. Официальная наука называет их кианетиками от латинского слова «кеанея», то есть «голубой». Особенный цвет крови этих людей связан все с той же медью в крови, преобладающей над железом. Однако эксперты пока спорят, связано ли это явление с истинным происхождением человечества, или это всего лишь симптомы некоторых современных болезней, не имеющих ничего общего с древним прошлым и тем более с внеземным разумом. Нарушение обмена металлов – это отдельная проблема. Есть дефицит меди, есть нарушение обмена меди, которое ведет к циррозу печени. Это совершенно другие аспекты, не связанные непосредственно с кровью. Более того, исследователи заметили, что большинство людей со сверхъестественными способностями также имеют голубую кровь и отрицательный резус-фактор. И это заставляет задуматься о том, кто же все-таки был их настоящим предком. Не исключено, что именно резус-фактор крови со знаком минус может быть ключом к решению генетической загадки истинного происхождения всего человечества. На протяжении тысячелетий крови человека отводилось особое место в организме. Наши предки наделяли кровь мистическими качествами и считали ее носителем жизненных сил и духовных особенностей человека. Более того, исследователям удалось обнаружить описание обрядов в некоторых каннибальских племенах. После сражений члены победившего племени выпивали кровь и съедали органы своих убитых врагов. Считалось, что вместе с этим победителю передаются лучшие качества соперника. Его сила, храбрость, быстрота и ум. Древние люди понимали, что кровь строго индивидуальна и с абсолютной точностью идентифицирует человека. Именно поэтому во все времена в обрядах, в магии кровь использовалась как универсальный идентификатор. Ну и, собственно, и до сих пор используется. Более того, некоторые эксперты считают, что кровь словно живой организм обладает памятью и может хранить, а главное передавать информацию на какое угодно расстояние. А к группам крови и резус-фактору можно добавить еще одну уникальную особенность, которой обладает кровь человека. Энергетика человека, безусловно, влияет на характеристики его крови в части вот этой биоэнергетической составляющей. Если мы говорим о том, что нам известно четыре группы крови, соответствующие резус-показатели, то есть фактически получается, что у нас восемь групп крови, а не четыре, то почему бы не добавить к этим характеристикам еще некую биоэнергетическую составляющую, ну, можно назвать ее, например, псифактор крови. И, предположим, позитивная энергетика человека, когда человек с позитивной энергетикой будет иметь, соответственно, позитивную вот эту пси-составляющую, человек с негативной энергетикой, с повреждениями энергетики и биополя будет иметь вот эту пси-составляющую отрицательную, ну, и, наверное, можно допустить, что существует и вот эта составляющая, пси-составляющая нейтральная, как бы нулевая. Тот факт, что кровь человека связана с его духовными качествами, находит свое подтверждение и в священных писаниях. В Ветхом Завете сказано, душа, тело в крови, и я назначил ее вам для жертвования, чтобы очищать души ваши. По мнению исследователей, кровь соединяет не только все органы в теле человека, делая его единым целым, кровеносные сосуды это каналы связи всех людей со Вселенной. Именно через них мы черпаем информацию и энергию, которую посылает космос. Кровь несет информацию о каждой клеточке нашего организма. Кровь попадает через 3-4 секунды в каждую клеточку нашего организма. Скорость крови очень высокая, полметра в секунду, если человек среднего роста 4 секунды и кровь обошла каждую клеточку организма, кровь знает все, что происходит в организме. Лишь попав в землю, кровь теряет связь с человеком и перестает излучать информацию. До этого момента даже следы крови жертв, погибших от рук преступников, могут предоставить ценные сведения о многих обстоятельствах преступления и даже о личности убийцы. Если допустить, что существует некий пси-фактор крови, то, безусловно, отрицательная энергетика человека влияет на качество его крови с энергетической точки зрения. Поэтому, безусловно, при переливании такой крови может произойти биоэнергетическое заражение. Это подтверждает теорию о том, что кровь обладает информационной памятью. Более того, если она положительно заряжена, то может стать отличным лекарем. Так считает автор сверхэффективных методик самолечения Мирзакарим Нарбеков. По его словам, через кровь у человека происходит адаптация всех внутренних процессов, в том числе и эмоций. Эмоция это одна из грань души отражается в крови. И в том числе то, что в кровь попадает, отражается в нашем эмоциональном состоянии. Значит, они взаимосвязаны. Взаимо имеет большое значение. Когда мы говорим о крови, о эмоции, о разуме, о душе, душе, они все взаимосвязаны и она является судьбой. Любое одного из них изменение приводит к изменениям в другой, в третьей, четвертой. Поэтому умение работать с положительной информацией, переносимой с кровотоком, дает человеку почти неограниченные возможности восстановления своего здоровья. Интерес к информационной памяти крови пробудился у ученых еще в начале 20 века. Тогда было обнаружено, что в крови есть пластины, записывающие информацию о внешнем мире и работе самого организма. По мнению ученых, эти пластины своего рода карты памяти, которые несут информацию к сердцу, где она перерабатывается вместе с кровью, формируя человеческое я. Кровь, постепенно проходя через эмоциональный центр мозга, берет оттуда новые колебания, новый приказ и как почтоленный уходит ко всему телу и подходя к каждой клеточке, передает свое новое состояние, новое колебание клетку и весь организм уже работает на новом уровне. Кровь это память. Это раз. Кровь это чувство. Это два. Кровь это судьба. Первые доказательства теории памяти крови были получены после революции. В конце 1925 года под руководством Сталина русский врач Александр Богданов создал в Москве первый в мире институт переливания крови, где проводились совершенно уникальные эксперименты. Впервые было сделано полное переливание крови от одного человека к другому. В числе добровольцев, на которых ставились эти опыты, был 25-летний сын Богданова Александр Малиновский, будущий авторитетный генетик. По методике Богданова Малиновский обменялся кровью с отцом, что до неузнаваемости изменило конституцию тела сына. Хилый от рождения Александр Малиновский превратился в мощного ширококосного мужчину, очень похожего фигурой на его прадеда. Кровь вспомнила предка, комментировал тогда результаты эксперимента Богданов-старший. Кровь атлета, который в спортзал ходит и так прочее, они отличаются, потому что там есть вещества, которые стимулируют выносливость, которые стимулируют рост мышечной массы, которые то-то-то-то. Когда эта кровь попадает в организм человека, который тяжелее ручки ничего не поднимал, потому что ему лень. Лень. И искусственно вещества, которые были направлены на катализации мышечного роста начинает действовать, начинает действовать и начинает менять его организм. Стало очевидным, что кровь несет гораздо больший заряд информации, чем думали раньше. Впоследствии ученые пришли к выводу, что кровяные пластины не что иное, как эритроциты. Когда кровь проходит через внутренние органы, эритроциты собирают информацию об их деятельности. Сведения о внешнем мире суммируются, когда кровь проходит через головной мозг, а затем и те, и другие данные считываются в сердце. Более того, через несколько десятков лет выяснилось, что эритроциты донора, оказавшиеся в теле другого человека, влияют даже на его характер и интеллектуальные способности. Да, меняется характер, мы это тоже проводили. На самом простом примере, подчерк меняется, если человеку влить чужую кровь. То есть, вот, грубо говоря, графология, опять не наука, но используется подчерковическая экспертиза. Вот, если человеку, когда меняют кровь, у него почерк меняется. даже подчерк меняет. Ну, опять-таки, симбиоз может произойти, а может и того человека. А некоторые начинают сны видеть, грубо говоря, того человека, которого влили. И эти факторы известны. гемосканирование. Однако, современная медицина пока научилась считывать только физическую память крови. И сейчас мы проведем эксперимент и покажем, что может рассказать о состоянии человека всего одна капля крови. Для этого наш испытуемый Денис проверил на себе уникальную методику гемосканирования. Это один из самых передовых методов диагностики крови. Гемосканирование это качественный анализ крови. То, что мы делаем в поликлинике, это количественный анализ крови. Там считаются форменные элементы и по подсчету косвенно можно выяснить, есть ли у человека воспалительный процесс, есть ли у человека анемия, есть ли у человека сдвигли кацетарной формулы влево или вправо, ну так врачи говорят. А качественный анализ крови дает очень быструю визуальную картинку, то есть ты в течение одной минуты понимаешь все, что происходит в организме человека. Главная особенность такого анализа в том, что он делается не по высохшей, а по свежей, живой крови. И состояние здоровья пациент может узнать не через сутки, а в режиме реального времени. Все члены семьи болит. Все. Для этого анализа достаточно всего одной капельки крови. Ее помещают под мощный микроскоп и сразу же выводят изображение на монитор. Вот так выглядит капля человеческой крови в увеличенном размере. движущиеся шарики похожие на мыльные пузыри это эритроциты те самые пластины информации которые переносят кислород. Первого взгляда на эритроциты нашего испытуемого врачу оказалось достаточно чтобы понять что у него есть проблемы. эритроциты должны быть все одной величины вот нормальная клеточка видите какая красивая вот красивая клеточка у вас очень много клеток разрушенных с разрушенной мембраной вот это клетки тоже поврежденные это говорит о признаках анемии. Однако Денису повезло кроме признаков анемии которые врач объясняет элементарным отсутствием правильного режима питания у него ничего серьезного не обнаружили. А вот так выглядит кровь одного из пациентов зараженная паразитами. Они конечно не такие большие как кажется на мониторе а микроскопические но от этого не менее опасные для здоровья. Срывы нервной системы бессонница головные боли повышение температуры тела до 37 и 37 и 2 градусов и человек не понимает что с ним происходит он не может понять он идет к врачу он сдает клинические анализы которые всегда в норме в таком случае. Специалисты по гемосканированию утверждают что только такой метод исследования крови может дать исчерпывающую информацию о ее состоянии а значит и о причинах недомоганий по словам Маргариты Бичоевой невролога с многолетним стажем всего по одной капле крови она может сразу сказать когда у пациента существует риск развития сердечно-сосудистых заболеваний болезней печени и желудочно-кишечного тракта и всего несколько раз врач видела по-настоящему чистую кровь Бывает я видела таких людей была очень поражена очень долго с ними беседовала это сыроеды это люди которые переходят на сыроедение это не вегетарианцы вегетарианцы имеют очень много проблем у них нарушается холестериновый обмен у них большое количество холестерина у них ранее тросклероз развивается а сыроеды имеют абсолютную чистоту представители классической медицины официально не признают метод гемосканирования но уникальную память крови подтверждают абсолютно все медики однако ни врачи ни ученые до сих пор не могут выяснить как и почему кровь однажды столкнувшись с инфекционной клеткой запоминает ее раз и навсегда анализ крови на антитела может показать когда из какой именно инфекции человек сталкивался на протяжении всей своей жизни существуют и другие загадочные свойства крови которым пока не нашлось объяснения кровь это действительно колоссальная иммунологическая память организма при контакте с любым чужеродным телом в организме происходит иммунологическая реакция в результате которой формируется иммунологический ответ часть из которого это формирование клеток памяти ученые обнаружили еще одну уникальную особенность крови она может запоминать даже стрессовые ситуации с которыми когда-либо сталкивался ее обладатель доказано что женщины у которых физиологически заложена большая кровопотеря во время родов лучше переносит анемию чем мужчины это значит что кровь не только может помнить стресс от кровопотери но и передает эту память по наследству из поколения в поколение например доказано что если человек попадает в невесомость у него резко снижается продукция гемоглобина в связи с тем что снижается мышечная физическая нагрузка но когда вновь начинает действовать гравитация показатели крови возвращаются именно к тем показателям которые были до невесомости то есть она полностью настраивается на ту на ту кровь которая была до этого воздействия это какая-то необъяснимая кинетическая память крови нехватка донорской крови сегодня серьезная проблема в любом государстве замена крови доноров на ее искусственный аналог одна из самых важных задач современной науки уже много десятилетий исследователи всего мира работают над созданием искусственной крови которая могла бы в полной мере заменить натуральную и дала бы шанс на выздоровление сотням тысяч больных и раненых людей а несколько лет назад генетики сделали жизненно важное открытие среди обладателей каждой группы крови те или иные болезни встречаются в два с половиной три раза чаще чем у других и если ученые научатся считывать код зашифрованный в крови каждого человека то возможно в будущем человечество сможет победить многие смертельные болезни совсем недавно японские ученые провели уникальный эксперимент который доказал что разные группы крови оказывают прямое воздействие не только на физическое состояние их обладателей невероятно но кровь влияет даже на характер человека и может многое поведать о его личности теория ученых о влиянии групп крови на все аспекты жизни человека включая отношения работу и отдых приобрела в Японии огромную популярность там стало неприлично скрывать свою группу крови как гороскопы в западных странах в Японии самый распространенный способ определения темперамента человека узнать его тип крови даже в анкетах при приеме на работу появилась новая графа ваша группа крови безусловно группа крови влияет на характер влияет на как сказать на то как человек позиционирует себя по некоторым данным впервые это заметили японцы есть такая семья Номи самый первый представитель этой семьи Масахито Номи где-то в 70-х годах обратил внимание на зависимость между характером человека его способностью к обучению его способностью к руководству и группой крови в 70-х в начале 70-х годов прошлого века Масахито Номи выпустил книжку которая называлась «Вы таковы? какова ваша группа крови» в соответствии с этой книжкой Масахито Масахито Номи даже выработал некую науку которая имела отношение в том числе к психологии которая позволяла делать некие выводы о характере человека о его привычках по группе крови по мнению японских исследователей прирожденные руководители это люди с первой группы крови у них наиболее ярко выражены лидерские качества они самоуверены сильны и могут отдать все за достижение поставленной цели однако есть и отрицательная сторона именно этой группой обладали и самые известные мошенники а вот самые надежные помощники которых обычно называют правой рукой получаются из представителей второй группы крови они прекрасно себя чувствуют на подчиненных должностях любят комфорт и ненавидят конфликты со второй группы крови это люди исполнительные люди такие то есть это руководители среднего звена будем так говорить если применительно к приемам работы ну и значит в основном кстати говоря в Японии преобладает вторая группа крови те у кого третья группа крови предпочитают жить для себя их кредо свобода и независимость при этом они способны принимать нестандартные решения даже в экстремальных условиях может поэтому именно среди обладателей третьей группы больше всего миллионер если в Японии подбирают человека на руководящую должность то берут людей с первой или с третьей группой крови если им нужны творческие креативные люди значит четвертая или третья группа крови если им необходимы исполнители которые четко и все верно сделают в этой команде то это представители второй группы крови четвертая группа крови придала ее обладателям склонность к загадочности высокую духовность и жизнелюбие они в любой среде чувствуют себя как рыба в воде и могут влиться в самые разные коллективы это чаще всего люди творчески одаренные и способные совершать открытия в самых разных областях науки ну а вот четвертая группа крови которая самая молодая говорят Леонардо да Винчи был с четвертой группой крови и примерно в те времена она образовывалась в эпоху возрождения это люди такого творческого начала у которых люди искусства люди которые сочиняют какие-то новые идеи вот сейчас идет новая волна открытий физики я уверен что эти люди которые открывают сейчас новые частицы люди с четвертой группой крови однако чтобы узнать особенности характера который несет в себе кровь человека не всегда нужен даже биохимический анализ биоэнергетикам достаточно лишь увидеть информационное излучение крови чтобы установить несет ли человек бремя родового проклятия и какие болезни предстоит перенести его потомкам до четвертого колена клетки памяти могут у человека жить циркулировать пожизненно и вырабатывать определенное количество антител против этой инфекции поэтому конечно если мы возьмем кровь у человека по спектру и по количеству антител мы можем сказать когда из какой инфекции этот человек сталкивался это действительно так есть необъяснимые свойства крови в последние годы ученые из разных стран уже добились успеха в создании различных заменителей крови шведы создали искусственную кровь на основе порошка выделенного из натуральной человеческой крови немецкие фармацевты разработали так называемый искусственный гемоглобин выделенный из крови коров и очищенный от антител японцы создали искусственную кровь на основе белковых соединений однако почти все эти виды кровезаменителей способны лишь переносить кислород но не выполняют других функций настоящей крови в настоящее время никаких технологий позволяющих создать искусственную кровь которая полностью протезировала все функции крови не существует существуют отдельные этапы которые возможно осуществить которые можно заменить некоторые трансфузиологические пособия ну например рекомбинатные получаются факторы свертывания крови то есть позволяет меньше переливать свежезамороженной плазмы настоящей сенсацией могла стать разработка российских ученых которые занимались созданием искусственной крови уникальным методом из неорганических веществ другими словами превращали неживую субстанцию в живую ученым удалось добиться первых результатов но неожиданно проект закрыли официальная причина из-за отсутствия финансирования независимые исследователи считают что эксперименты не свернули их проводят в строгой секретности когда будет разработана полноценная искусственная кровь неизвестно поэтому во многих странах создают индивидуальные банки крови люди постепенно сдают в них свою кровь чтобы в случае необходимости им перелили не чужую а их собственную жизненно важную жидкость которая не повлечет изменений их психики характера и интеллекта есть так называемые генетические маркеры крови на сегодняшний день можно сказать по количеству вот этих генетически изученных маркеров вот этих рецепторов нет абсолютно одинаковой крови ни у одного человека это тот же самый отпечаток пальца абсолютно еще в начале 20 века ученые предположили что именно изучение крови может открыть человечеству двери в бессмертие знаменитый создатель первого института переливания крови Александр Богданов говорил будем изучать кровь чтобы жидкая текучая жизнь гарантировала нам жизнь вечную не исключено что создание искусственной крови на которую можно будет записать любую информацию например о долголетии может стать тем самым решающим шагом к продлению жизни человека м м м м м м м м м Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...